Дошло таки дело. Думаю, это оладьи. Саму не верится. Ну, даже точнее, еще не до них. Сейчас сначала перец поставлю. Сковородочка у меня разогревается. На максимальной температуре. Водичка была у меня. Так, разогревается. Я туда перочки сделаю. Они не вместятся за один раз, да? Очень жаль, очень жаль. Мне вот эта чашка нужна. Я накрыла и прижала. Думаю, чтобы это все дело стекло. Да, жидкости здесь, видите? Отлично. Отличный конь. Так. Берем дуршлаг. Да, наверное, прям так. В бульгарии ты что плачешь? Твоей мамой. Твоей мамой. Таким чистым. К небу. Да, да. Да, да. Отжиманту. Я не знаю, вы, наверное, это будете делать как-то более профессионально. У меня вечно с этим беда. В какую чашку, с какой чашки, чего переставить. Сейчас процежу. Зря я вообще сюда выставила. Надо было потихонечку, а хотя куда. По суше должно быть все-таки. Да, ладушки имеют большую силу притяжения. У меня же перчатка порвалась. Я их сегодня приготовлю, интересно. Или это не закончится никогда. Вы заждались. А представьте, каково мне. Сковорода разогревается нормально. Пусть разогревается. Прицепилась же ко мне. О, посмотрите, сколько. Да, не мало. Не мало. А так бы мы это все ложкой не черпывали бы. Оттуда точнее. А не эту. Не мы, а я. А так я это все выжила. Пол ведра соку. Отлично. Предлагаю еще раз заложить сюда. И пусть капает потихонечку. Пока у меня дело не дошло. А мы перцы заложим в сковородку. А это пока пустякает. Все равно влажные чувствуется. Всегда так. Вроде думаешь, сейчас я покажу. Класс. Нет. С классом придется потерпеть. Опс, перчаточка порваточка. Твои глаза, кисенка сладкие мои. Как ел их и любые. Так. Вот очень хорошо разогретую сковородочку. Наливаем с вами маслечко. Не волнуйся. Ну так, немножечко. Немного, не мало. Сразу туда же сыпем соли. Для чего? Для того, чтобы у нас масло поменьше стреляло. Да, ну так, слегонца. И теперь кладем наши чудесные перчики. И со всех сторон быстренько их обжариваем. Накрываем крышкой. Знаете почему? Потому что будут стрелять они очень сильно. Когда вы все это дело обжарите, вы можете просто посолить сверху. Просто вот сильно обжаренный перец посолить сверху. Любую соль, которую вы любите. И убрать в салатник во что-то, чтобы до остывания. Я даже не могу до терпеть, чтобы это остыло. Я сразу начинаю есть. А можете сделать, как вчерашняя заправка для перца. Есть у меня на странице перец маринованный. Вот там я рассказываю, как я делаю заправку. У меня от вчерашнего перца осталась заправка. Вот она. Я ее не вылила специально. Я ее в контейнер поставила. И я туда эти перчики буду отправлять и подсаливать сверху. Какая они красивая. Вот. Мы это все с вами сделаем. И сделаем оладушки. Оладушки будут следующие. Но они будут такие вкусные. И мне еще девушка пообещала рецепт теста для чебуреков. Надо сходить за мясом тогда, раз мы чебурек собрали делать. Ну или твое тесто буду делать. Буду экспериментировать. А что такого? Если не я, то кто? Понимаете? Если не я буду экспериментировать, то кто? Вы же не хотите экспериментов? А я хочу. Наготовлю сейчас щель, овощи пожирней, да погущей. А вот. И все. И все. И будем с вами знать, как это делается. Пим-пим-пим. Вы думаете, для чего? Для самого страшного. Для лука. Лука тоже надо потереть. Для кабачковых оладьев. Оладушков. Оладуш. Шек. Как правильно сказать? Оладушки. Такие силы притяжения. Оладушки. Да? Да. Очень. Жжег. Нормально. Перец. Чувствую себя хорошо. Не волнуйтесь. Я всегда так делаю. На мелкую терочку решила. Хорошо, что я уже тушь смыла. Приехала с леса. В лес. Если я должен в лес поеду, я бы тушью не трасила. Лесницы. Я приехала. Смыла все это дело. Эль взялась за старое. Натереть луку. Сейчас идем. На слезы заведем. Я его, между прочим, разрезала на две части и вымачивала в холодной воде. Но, по-моему, ему вообще все равно. Чихать он хотел. Выдерживали его в холодной воде или не выдерживали? Смеются надо мной. Плачешь, смотри. Со стороны. Не могу глаза открыть. Счастье босиком, пока вру перед сном. Плачешь, смотри. У него глаза твои. Как раз такие песни надо петь. Даже не надо притворяться, что слезы идут. Всял, взял луку. Натер. Поплакал. Это лайфхак, кстати. Для тех, кто хочет играть какие-нибудь слезливые роли, но не может поплакать. Взяли с собой. Луку перед нужной сценой. Нюхнули. И вперед. Рыдаешь, зарыдаешься. Не благодарите. А ведь скольким я помогла этим советом. Ну, пока не скольким, но думаю, что многие меня поблагодарят. Ведь это же целое искусство. Слезу пустить в нужный момент. А тут хочешь, не хочешь, пустишь. Потом не остановят. Ну, все, все, молодцы, хорошо сыграли вы. Подождите, еще четыре дубля. Нормально. Я еще могу. Мои слезные железы еще полны слег. Опачки. Быстренько сделали, чтобы не так сильно заляпало усек, как заляпало у меня. Лук отжимать будем? Юшка нужна кому-нибудь с лукой? У-у-у, да тут нее. Реально много. Правда. Много воды. Шикарная работа. Молодец, Олюшка. Да вылью его. Дай еще цедить там полчаса. Нормально и так. Да все. И тут хорошо отжалось. Там две капли выпало. Я хорошо это все дело отжала. Все, Лазару плохо. Сейчас, покажу вам, какой перчик должен быть. А если бы не ты. Ой, мама дорогая. А еще какая-то песня у меня сегодня с утра сидела. Но я ее уже забыла. Может быть, сидела, все ее и пела. И что, ждем? Никуда не торопимся. У меня как будто прическа съехала. Потому что я там в машине ковырялась. Давай, дочеку вас подниму. Попить что ли? Пить охота. Доржути. Причем хочется холодненького. Холодненького нет. Пардон. Жажда. Не тетка. Жажда не тетка заставит. Сердце надзудит. Такие ощущения, что вот-вот-вот. Нужно со всех сторон хорошенечко обжарить. Не жалея их. Снова забыли купить соль. В магазины заезжали даже. Я приготовила адыгейскую соль. Я буду именно ею солить. Сверляю, что-то сыпется. Слушай. Да хватит, наверное. И так, когда перчики хорошо поджарились, прямо очень, я бы сказала, вы чувствуете, что они у вас со всех сторон равномерно поджаренные. Вы перекладываете в свою миску, в салатник, в тарелку, куда вам угодно. Главное, главное, не на язык, потому что они горячие. Они быстро сдуваются. В прямом смысле этого слова. Сейчас они как шарики накачанные. Но они быстро сдуваются. Пока у вас открыта печь, закидываете вторую партию. Накрываете. Эти перчики берете и просто солите. И все. Даже не снимая кожуру, ничего. Они так постоят, остынут. Они сейчас сдуются. И они будут обалденные. Поверьте мне, не хуже тех, которые вчера я делала. Это для тех, кто не хочет заморачиваться с духовкой, например. Все. Вот ждете до остывания. И следующую партию прям сверху помещу. Они сдунутся, спрессуются. И все будет чудесно. Приятного аппетита. Они вкусненькие.